Прибывшая знаменитость поразила всех своим невиданным по длине фраком дивного покроя и тем, что явилась в черной полумаске. Но удивительнее всего были двое спутников черного мага — длинный клетчатый в треснувшем пенсне и черный жирный кот, который, войдя в уборную на задних лапах, совершенно непринужденно сел на диван, щурясь на оголенные гримировальные лампионы. Римский постарался изобразить на лице улыбку, отчего оно сделалось кислым и злым, и раскланялся с безмолвным магом, сидящим рядом с котом на диване. Рукопожатия не было. Зато развязный клетчатый сам отрекомендовался финдиректору, назвав себя «ихний помощник». Это обстоятельство удивило финдиректора и опять-таки неприятно. В контракте решительно ничего не упоминалось ни о каком помощнике. Весьма принужденно и сухо Григорий Данилович осведомился у свалившегося ему на голову клетчатого о том, где аппаратура артиста. «Алмаз вы наш небесный! Драгоценнейший господин директор!» Дребезжащим голосом ответил помощник мага. «Наша аппаратура всегда при нас! Вот она! Инь, свейдрей!» И, повертев перед глазами римского узловатыми пальцами, внезапно вытащил из-за уха у кота собственные римского золотые часы с цепочкой, которые до этого были у финдиректора в жилетном кармане, под застегнутым пиджаком и с продетой в петлю цепочкой. Римский невольно ухватился за живот, присутствующие ахнули, а гример, заглядывающий в дверь, одобрительно крякнул. «Ваш часики! Прошу получить!» — развязно улыбаясь, сказал клетчатый и на грязной ладони подал растерянному римскому его собственность. «С таким в трамвай не садись!» — тихо и весело шепнул рассказчик гримеру. Но кот отмочил штуку почище номера с чужими часами. Неожиданно поднявшись с дивана, он на задних лапах подошел к подзеркальному столику, передней лапой вытащил пробку из графина, налил воды в стакан, выпил ее, водрузил пробку на место и гримеровальной тряпкой вытер усы. Тут никто даже и не ахнул, только рты раскрыли, а гример восхищенно шепнул. «Ай, класс!» В это время в третий раз тревожно загремели звонки, и все возбужденные и предвкушающие интересный номер повалили из уборной вон. Через минуту в зрительном зале погасли шары, вспыхнула и дала красноватый отблеск на низ занавеса рампа, и в освещенной щели занавеса предстал перед публикой полный, веселый, как дитя-человек с бритым лицом, в помятом фраке и несвежем белье. Это был хорошо знакомый всей Москве конферансье Жорж Бенгальский. «Итак, граждане», — заговорил Бенгальский, улыбаясь младенческой улыбкой, «сейчас перед вами выступит...» Тут Бенгальский прервал сам себя и заговорил с другими интонациями. «Я вижу, что количество публики к третьему отделению еще увеличилось. У нас сегодня половина города. Как-то на днях встречаю я приятеля и говорю ему, «Отчего не заходишь к нам? Вчера у нас была половина города». А он мне отвечает, «А я живу в другой половине». Бенгальский сделал паузу, ожидая, что произойдет взрыв смеха. Но так как никто не засмеялся, то он продолжал. «Итак, выступит знаменитый иностранный артист Масье Воланд с сеансом черной магии. Ну, мы-то с вами понимаем», — тут Бенгальский улыбнулся мудрой улыбкой, «что ее вовсе не существует на свете, и что она ничто иное, как суеверие. А просто маэстро Воланд в высокой степени владеет техникой фокуса, что и будет видно из самой интересной части, то есть разоблачения этой техники. А так как мы все как один и за технику, и за ее разоблачение, то попросим господина Воланда!» Произнеся всю эту ахинею, Бенгальский сцепил обе руки ладонь к ладони и приветственно замахал ими в прорез занавеса, отчего тот, тихо шумя, и разошелся в стороны. Выход мага с его длинным помощником и котом, вступившим на сцену на задних лапах, очень понравился публике. «Кресло мне», — негромко приказал Воланд, и в ту же секунду, неизвестно как и откуда, на сцене появилось кресло, в которое и сел маг. «Скажи мне, любезный фагот», — осведомился Воланд у клетчатого гайера, носившего, по-видимому, и другое наименование, кроме коровьев. «Как по-твоему? Ведь московское народонаселение значительно изменилось». Маг поглядел на затихшую, пораженную появлением кресла из воздуха публику. «Точно так, мессир», — негромко ответил фагот коровьев. «Ты прав. Горожане сильно изменились. Внешне, я говорю, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего уж и говорить, но появились эти, как их, трамваи, автомобили». «Автобусы?» — почтительно подсказал фагот. Публика внимательно слушала этот разговор, полагая, что он является прелюдией к магическим фокусам. Кулисы были забиты артистами и рабочими сцены, и между их лицами виднелось напряженное бледное лицо римского. Физиономия Бенгальского, приучившегося сбоку сцены, начала выражать недоумение. Он чуть-чуть приподнял бровь и, воспользовавшись паузой, заговорил. «Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, выросшей в техническом отношении, а также и москвичами». Тут Бенгальский дважды улыбнулся. Сперва портеру, а потом галереи. Воланд, Фагот и Кот повернули головы в сторону конферансье. «Разве я выразил восхищение?» — спросил маг у Фагота. «Никак нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали», — ответил тот. «Так что же говорит этот человек?» «А он попросту соврал!» Звучно на весь театр сообщил клетчатый помощник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил. «Поздравляю вас, гражданин Саврамши!» С галереи плеснуло смешком. А Бенгальский вздрогнул и выпучил глаза. «Но меня, конечно, не столько интересуют автобусы, телефоны и прочее...» «Аппаратура», — подсказал клетчатый. «Совершенно верно. Благодарю», — медленно говорил маг тяжелым басом. «Сколько гораздо более важный вопрос. Изменились ли эти горожане внутренне?» «Да, это важнейший вопрос, сударь!» В кулисах стали переглядываться и пожимать плечами. Бенгальский стоял красный, а римский был бледен. Но тут, как бы отгадав начинающуюся тревогу, маг сказал. «Однако мы заговорились, дорогой Фагот, а публика начинает скучать. Покажи нам для начала что-нибудь простенькое». Зал облегченно шевельнулся. Фагот и кот разошлись в разные стороны по рампе. Фагот щелкнул пальцами, залихватски крикнул «Три-четыре!» Поймал из воздуха колоду карт, стасовал ее и лентой пустил коту. Кот ленту перехватил и пустил ее обратно. Атласная змея фыркнула, фагот раскрыл рот, как птенец, и всю ее карту за картой заглотал. После этого кот раскланялся, шаркнув правой задней лапой, и вызвал неимоверный аплодисмент. «Класс! Класс!» — восхищенно кричали за курицами. Афагот тыкнул пальцем в портер и объявил. «Колода эта, топерчан, уважаемые граждане, находится в седьмом ряду у гражданина Парчевского, как раз между трехрублевкой и повесткой о вызове в суд по делу об уплате элементов гражданки Зельковой». В портере зашевелились, начали привставать. И, наконец, какой-то гражданин, которого точно звали Парчевским, весь пунцовый от изумления, извлек из бумажника колоду и стал тыкать ее в воздух, не зная, что с нею делать. «Пусть она останется у вас на память!» — прокричал фагот. «Недаром же вы говорили вчера за ужином, что, как бы не покер, то жизнь ваша в Москве была бы совершенно несносна!» «Стара штука!» — послышалось с галерки. «Этот в портере из той же компании!» «Вы полагаете?» — заорал фагот, прищуриваясь на галерею. «В таком случае и вы в одной шайке с нами, потому что колода у вас в кармане!» На галерке произошло движение, и послышался радостный голос. «Верно, у него! Тут, тут! Стой! Да это червонцы!» Сидящие в портере повернули головы. На галерее какой-то сметенный гражданин обнаружил у себя в кармане пачку, перевязанную банковским способом и с надписью на обложке «Одна тысяча рублей». Соседи наваливались на него, а он в изумлении ковырял ногтем обложку, стараясь дознаться, настоящие ли это червонцы или какие-нибудь волшебные. «Ей-богу, настоящие! Червонцы!» — кричали с галерки радостно. «Сыграйте со мной в такую колоду!» — весело попросил какой-то толстяк в середине портера. «Овек-плизир!» — отозвался фагот. «Но почему же с вами одним? Все примут горячее участие!» — искомандовал. «Прошу глядеть вверх! Раз!» — в руке у него оказался пистолет. Он крикнул «Два!» — пистолет вздернулся кверху. Он крикнул «Три!» — сверкнуло, бухнуло и тотчас же из-под купола, ныряя между трапециями, начали падать в зал белые бумажки. Они вертелись, их разносило в сторону, забивало на галерею, откидывало в оркестр и на сцену. Через несколько секунд денежный дождь, все густее, достиг кресел, и зрители стали бумажки ловить. Поднимались сотни рук. Зрители сквозь бумажки глядели на освещенную сцену и видели самые верные и праведные водяные знаки. Запах также не оставлял никаких сомнений. Это был ни с чем по прелести несравнимый запах только что отпечатанных денег. Сперва веселье, а потом изумление охватило весь театр. Всюду гудело слово «Червонцы! Червонцы!» Слышались вскрикивания «Ах! Ах!» и веселый смех. Кое-кто уже ползал в проходе, шаре под креслами. Многие стояли на сиденьях, ловя вертлявые капризные бумажки. На лицах милиции помаленьку стало выражаться недоумение. А артисты без церемонии начали высовываться из кулис. В бельэтаже послышался голос. «Ты чего хватаешь? Это моя! Ко мне летела!» И другой голос. «Да ты не толкайся! Я тебя сам так толкану!» И вдруг послышалась плюха. Тотчас в бельэтаже появился шлем милиционера. Из бельэтажа кого-то повели. Вообще возбуждение возрастало. И неизвестно, во что бы все это вылилось, если бы фагот не прекратил денежный дождь, внезапно дунув в воздух. Двое молодых людей, обменявшись многозначительным и веселым взглядом, снялись с мест и примехонько направились в буфет. В театре стоял гул. У всех зрителей возбужденно блестели глаза. Да-да, неизвестно, во что бы все это вылилось, если бы бенгальский не нашел в себе силы и не шевельнулся бы. Стараясь покрепче овладеть собой, он по привычке потер руки и голосом наибольшей звучности заговорил так. Вот, граждане, мы с вами видели сейчас случай так называемого массового гипноза. Чисто научный опыт, как нельзя лучше доказывающий, что никаких чудес и магии не существует. Попросим же маэстро Воланда разоблачить нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти якобы денежные бумажки исчезнут так же внезапно, как и появились. Тут он зааплодировал, но в совершенном одиночестве. И на лице при этом у него играла уверенная улыбка, но в глазах этой уверенности отнюдь не было, и скорее в них выражалась мольба. Публике речь бенгальского не понравилась. Наступило полное молчание, которое было прервано клетчатым фаготом. «Это опять-таки случай так называемого вранья! — объявил он громким, козлиным тенором. — Бумажки, граждане, настоящие! — Браво! — отрывисто рявкнул бас где-то в высоте. — Между прочим, этот! — тут фагот указал на бенгальского. — Мне надоел. Сует все время, куда его не спрашивают. Ложными замечаниями портит сеанс. — Что бы нам такое с ним сделать? — Голову ему оторвать! — сказал кто-то сурово на галерке. — Как вы говорите, ась? — тотчас отозвался на это безобразное предложение фагот. — Голову оторвать! — Это идея! — Бегемот! — закричал он коту. — Делай! Эйнцвейдрей! И произошла невиданная вещь. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающим мяукнул. Затем сжался в комок и, как пантера, махнул прямо на грудь бенгальскому, а оттуда перескочил на голову. Урча, пухлыми лапами кот вцепился в жидкую шевелюру конферансье и, дико взвыв, в два поворота сорвал эту голову с полной шеи. Две с половиной тысячи человек в театре вскрикнули как один. Кровь фонтанами из разорванных артерий на шее ударила вверх и залила и манишку, и фрак. Безглавое тело как-то нелепо загребло ногами и село на пол. В зале послышались истерические крики женщин. Кот передал голову фаготу, тот за волосы поднял ее и показал публике, и голова эта отчаянно крикнула на весь театр. — Доктора! — Ты будешь в дальнейшем молоть всякую чушь? — грозно спросил фаготу плачущей головы. — Не буду больше! — прохрепела голова. — Ради бога! Не мучьте его! Вдруг, покрывая гам, прозвучал из ложи женский голос. И маг повернул в сторону этого голоса лицо. — Так что же, граждане, простите его, что ли? — спросил фагот, обращаясь к залу. — Простите! Простите! Раздались вначале отдельные и преимущественно женские голоса, а затем они слились в один хор с мужскими. — Как прикажете, мессир? — спросил фагот у замаскированного. — Ну что же, — задумчиво отозвался тот, — они люди как люди, любят деньги. Но ведь это всегда было. Человечество любит деньги. Из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленно. Ну что ж, и милосердие иногда стучится в их сердца. Обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их. И громко приказал. — Наденьте голову! Кот, прицелившись поаккуратнее, нахлобучил голову на шею, и она точно села на свое место, как будто никуда и не отлучалась. И, главное, даже шрама на шее никакого не осталось. Кот лапами обмахнул фраг бенгальского и пластрон, и с них исчезли следы крови. Фагот поднял сидящего бенгальского на ноги, сунул ему в карман фрага пачку червонцев и выпроводил со сцены со словами «Катитесь отсюда! Без вас веселей!» Бессмысленно оглядываясь и шатаясь, конференсье добрел только до пожарного поста, и там с ним сделалось худо. Он жалобно вскрикнул «Голова моя! Голова!» В числе прочих к нему бросился римский. Конференсье плакал, ловил в воздухе что-то руками, бормотал «Отдайте мою голову, голову отдайте! Квартиру возьмите, картины возьмите, только голову отдайте!» Курьер побежал за врачом. Бенгальского пробовали уложить на диван в уборной, но он стал отбиваться, сделался буен. Пришлось вызывать карету. Когда несчастного конференсье увезли, римский побежал обратно на сцену и увидел, что на ней происходят новые чудеса. Да, кстати, в это ли время или немножко раньше, но только маг вместе со своим полинялым креслом исчез со сцены. Причем, надо сказать, что публика совершенно этого не заметила, увлеченная теми чрезвычайными вещами, которые развернул на сцене Фагот. А Фагот, спровадив пострадавшего конференсье, объявил публике так. «Топереча, когда этого надоедалу сплавили, давайте откроем дамский магазин!» И тотчас пол сцены покрылся персидскими коврами. Возникли громадные зеркала, с боков освещенные зеленоватыми трубками. А меж зеркал витрины, и в них зрители в веселом ошеломлении увидели разных цветов и фасонов парижские женские платья. Это в одних витринах. А в других появились сотни дамских шляп и с перышками, и без перышек, и с пряжками, и без них. Сотни же туфель — черных, белых, желтых, кожаных, атласных, замшевых, и с ремешками, и с камушками. Между туфель появились футляры духов, горы сумочек из антилоповой кожи, из замши, из шелка, а между ними целые груды чеканных золотых продолговатых футлярчиков, в которых бывает губная помада. Черт знает откуда взявшаяся рыжая девица в вечернем черном туалете, всем хорошая девица, кабы не портил ее причудливый шрам на шее, заулыбалась у витрин хозяйской улыбкой. Фагот, сладко ухмыляясь, объявил, что фирма совершенно бесплатно производит обмен старых дамских платьев и обуви на парижские модели и парижскую же обувь. То же самое он добавил относительно сумочек и прочего. Кот начал шаркать задней лапой, передней и в то же время выделывая какие-то жесты, свойственные швейцарам, открывающим дверь. Девица, хоть и с хрипотцой, но сладко запела, картавя, что-то малопонятное, но, судя по женским лицам в партере, очень соблазнительное. Герлен, Шанель номер пять, Митсуко, Нарсис Нуар, вечернее платье, платье-коктейль. Фагот извивался, кот кланялся, девица открывала стеклянные витрины. — Прошу! — орал Фагот. — Без всякого стеснения и церемоний! Публика волновалась, но идти на сцену пока никто не решался. Наконец какая-то брюнетка вышла из десятого ряда партера и, улыбаясь так, что ей, мол, решительно все равно и, в общем, наплевать, прошла и по боковому трапу поднялась на сцену. — Браво! — скричал Фагот. — Приветствую первую посетительницу! Бегемот, кресло! Начнем с обуви, мадам! Брюнетка села в кресло, и Фагот тотчас вывалил на ковер перед нею целую груду туфель. Брюнетка сняла свою правую туфлю, примерила сиреневую, потопала в ковер, осмотрела каблук. — А они не будут жать? — задумчиво спросила она. На это Фагот обиженно воскликнул. — Что вы, что вы! — и кот от обиды мяукнул. — Я беру эту пару, мсье, — сказала брюнетка с достоинством, надевая и вторую туфлю. Старые туфли-брюнетки были выброшены за занавеску, и туда же проследовала и сама она в сопровождении рыжей девицы и Фагота, несшего на плечиках несколько модельных платьев. Кот суетился, помогал и для пущей важности повесил себе на шею сантиметр. Через минуту из-за занавески вышла брюнетка в таком платье, что по всему портеру прокатился вздох. Храбрая женщина, до удивительности похорошевшая, остановилась у зеркала, повела обнаженными плечами, потрогала волосы на затылке и изогнулась, стараясь заглянуть себе за спину. — Фирма просит вас принять это на память, — сказал Фагот и подал брюнетке открытый футляр с флаконом. — Мерси, — надменно ответила брюнетка и пошла по трапу в портер. Пока она шла, зрители вскакивали, прикасались к футляру, и вот тут прорвало начисто, и со всех сторон на сцену пошли женщины. В общем возбужденном говоре, смешках и вздохах послышался мужской голос. — Я не позволяю тебе! И женский, — деспот и мещанин, не ломайте мне руку! Женщины исчезали за занавеской, оставляли там свои платья и выходили в новых. На табуретках с золочеными ножками сидел целый ряд дам, энергично топая в ковер, заново обутыми ногами. Фагот становился на колени, орудовал металлическим рожком. Кот, изнемогая под грудами сумочек и туфель, таскался от витрины к табуреткам и обратно. Девица с изуродованной шеей то появлялась, то исчезала, и дошла до того, что уже полностью стала тарахтеть по-французски. И удивительно было то, что ее с полуслова понимали все женщины, даже те из них, что не знали ни одного французского слова. Общее изумление вызвал мужчина, затесавшийся на сцену. Он объявил, что у супруги его грипп, и что поэтому он просит передать ей что-нибудь через него. В доказательство же того, что он действительно женат, гражданин готов был предъявить паспорт. Заявление заботливого мужа было встречено хохотом. Фагот проорал, что верит как самому себе и без паспорта, и вручил гражданину две пары шелковых чулок. Кот от себя добавил футлярчик с помадой. Опоздавшие женщины рвались на сцену. Со сцены текли счастливицы в бальных платьях, в пижамах с драконами, в строгих визитных костюмах, в шляпочках, надвинутых на одну бровь. Тогда Фагот объявил, что за поздним временем магазин закрывается до завтрашнего вечера ровно через одну минуту. И неимоверная суета поднялась на сцене. Женщины наскоро без всякой примерки хватали туфли. Одна, как буря, ворвалась за занавеску, сбросила там свой костюм и овладела первым, что подвернулось, шелковым, в громадных букетах халатом, и, кроме того, успела подцепить два футляра духов. Ровно через минуту грянул пистолетный выстрел. Зеркала исчезли, провалились витрины и табуретки, ковер растаял в воздухе так же, как и занавеска. Последней исчезла высоченная гора старых платьев и обуви, и стала сцена опять строга, пуста и гола. И вот здесь в дело вмешалось новое действующее лицо. Приятный, звучный и очень настойчивый баритон послышался из ложи номер два. Все-таки желательно, гражданин-артист, чтобы вы незамедлительно разоблачили бы перед зрителями технику ваших фокусов, в особенности фокус с денежными бумажками. Желательно также и возвращение конферансье на сцену. Судьба его волнует зрителей. Баритон принадлежал никому иному, как почетному гостю сегодняшнего вечера, Аркадию Аполлонычу Семплиярову, председателю акустической комиссии московских театров. Аркадий Аполлоныч помещался в ложе с двумя дамами. Пожилой, дорого и модно одетой, и другой, молоденькой и хорошенькой, одетой попроще. Первая из них, как вскоре выяснилось при составлении протокола, была супругой Аркадия Аполлоныча, а вторая — дальней родственницей его, начинающей и подающей надежды актрисой, приехавшей из Саратова и проживающей в квартире Аркадия Аполлоныча и его супруги. «Пардон?» — отозвался Фагот. «Я извиняюсь, здесь разоблачать нечего, все ясно». «Нет, виноват. Разоблачение совершенно необходимо. Без этого ваши блестящие номера ставят тягостные впечатления. Зрительская масса требует объяснения». «Зрительная масса?» — перебил Семплиярова наглый Гайер. «Как будто ничего не заявляла. Но принимаю во внимание ваше глубоко уважаемое желание, Аркадий Аполлоныч. Я, так и быть, произведу разоблачение. Но для этого разрешите еще один крохотный номерок». «Отчего же?» — покровительственно ответил Аркадий Аполлоныч. «Но непременно с разоблачением». «Слушаюсь, слушаюсь!» «Итак, позвольте вас спросить, где вы были вчера вечером, Аркадий Аполлоныч?» При этом неуместном и даже, пожалуй, хамском вопросе Лицо Аркадия Аполлоныча изменилось и весьма сильно изменилось. «Аркадий Аполлоныч вчера вечером был на заседании акустической комиссии», — очень надменно заявила супруга Аркадия Аполлоныча. «Но я не понимаю, какое отношение это имеет к магии». «Уй, мадам!» — подтвердил Фагот. «Натурально вы не понимаете!» «Насчет же заседания вы в полном заблуждении. Выехав на упомянутое заседание, каковое, к слову говоря, и назначено-то вчера не было, Аркадий Аполлоныч отпустил своего шофера у здания акустической комиссии на чистых прудах». Весь театр затих. «А сам в автобусе поехал на Елоховскую улицу в гости к артистке разъездного районного театра «Милиция Андреевни Покобатька» и провел у нее в гостях около четырех часов». «Ой!» — страдальчески воскликнул кто-то в полной тишине. Молодая же родственница Аркадия Аполлоныча вдруг расхохоталась низким и страшным смехом. «Все понятно!» — воскликнула она. «И я давно уже подозревала это. Теперь мне ясно, почему эта бездарность получила роль Луизы». И внезапно размахнувшись коротким и толстым лиловым зонтиком она ударила Аркадия Аполлоныча по голове. Подлый же фагот, и он же Коровьев, прокричал. «Вот, почтенные граждане, один из случаев разоблачения, которого так назойливо добивался Аркадий Аполлоныч». «Как смело ты, негодяйка, коснуться Аркадия Аполлоныча!» — грозно спросила супруга Аркадия Аполлоныча, поднимаясь в ложе во весь свой гигантский рост. Второй короткий прилив сатанинского смеха овладел молодой родственницей. «Уж кто-кто!» — ответила она хохоча. «А уж я-то смею коснуться!» И второй раз раздался сухой треск зонтика, отскочившего от головы Аркадия Аполлоныча. «Милиция! Взять ее!» Таким страшным голосом прокричала супруга Симплиярова, что у многих похолодели сердца. А тут еще кот выскочил к рампе и вдруг рявкнул на весь театр человеческим голосом. «Сеанс окончен! Маэстро, урежьте марш!»